Добрый день, уважаемые коллеги! Рада вас приветствовать! И вот такая тема у нас – особенности адаптации первоклассников к школе. У нас кончается учебный год, и скоро не за горами, как начнётся новый, и ко многим из вас придут свои первоклассники. И смена ролей – это болезненный момент. С одной стороны, дети ожидают его, а потом мы встречаемся, например, в первом, втором, даже в третьем классе, когда дети говорят, я хочу вернуться обратно в детский сад. Почему так происходит? Ну и, конечно, есть ещё другой важный момент. Когда мы берём первоклассника, вот свой первый класс, его нужно, его вам придётся вести 4 года. 4 года с ними работать, работать по 4-5 часов в день, 5 дней в неделю. Или, ну, в основном, пятидневка, да, а младшая школа. И что получается? От того, как вы наладите контакты с этими детьми, и особенно с их родителями, будет зависеть, как вы проведёте ближайшие 4 года. И вот эти первичные установки, они очень важны. Есть вещи, которые изменить потом сложно. Гораздо легче изначально поставить свою вот такую позицию. Ну, для начала давайте рассмотрим, что же меняется в жизни ребёнка, когда он идёт в школу. Во-первых, ему требуется сидеть на уроке долго, сидеть на попе ровно, как говорят. Вот это сложная вещь, для ребёнка действительно сложная вещь, потому что 40 минут сидеть – это против природы, физики, физической природы ребёнка. Это ему даже опасно. Поэтому очень часто мы встречаемся у множества детей, уже в третьем-четвёртом классе сколиоз. Ребёнок пришёл здоровый в школу, сел за парту, и позже у него сколиоз. А что такое сколиоз? Это болезнь, которая влияет на все функции организма, в том числе на умение обучаться. Плюс мы же не хотим делать из наших детей коллег, а они некоторые так становятся. Да, может быть, не сильно проявлено, но лечиться это довольно-таки сложно. Появляется понятие «надо». Если раньше говорили «давай поиграем», всё шло на азарте, теперь тебе надо учить уроки, надо сделать вот это, надо другое. Да, во многих местах не задают домашние задания, даже в законе принимаются законы, что в младшей школе не должны детям давать задания, тем более первоклассникам. Но, увы, или, может быть, к счастью, каждый учитель думает по-разному, учителя обходят этот момент, потому что есть устоявшееся понимание у многих учителей, я не скажу, это хорошо или плохо, что если дети дома не будут заниматься, то они всё забудут, что одной школы очень мало, им нужно самостоятельно что-то делать. При той программной нагрузке, которая даётся в школе, учителя не успевают всё делать на уроке, и многое остаётся, чтобы делать дома, потому что у нас очень быстро меняются темы. Если бы темы в учебниках не менялись так быстро, возможно, родители успевали, учителя успевали бы в классе давать возможность больше делать самостоятельных работ, чтобы действительно дети не нуждались в домашней работе. Но работаем с тем, что имеем. Это отзывы некоторых педагогов. И вот здесь появляется понятие «надо», что, конечно же, напрягает. Вот если вам скажут «вам надо сегодня сделать то-то, то-то, то-то», одно слово «надо» уже напрягает. «Ты обязан», и это ещё хуже. «Да я никому ничего не обязан». «Живу я себе в нарадость». Зачем вы портите мою радость и говорите «это надо?» А если это ещё и наваливается со всех сторон, и родители, и дети, и учителя, и вы понимаете, какое это напряжение для ребёнка. Это непривычная для него роль. Появляются обязанности, права и ответственность. С одной стороны, права – это же так хорошо, но эти права неукоснительно с собой ведут и ответственность. Дома приходится не только играть, но и заниматься. Вот то, что говорили. И смена роли. Из ребёнка переходим в школьника. Что же меняется в семье ребёнком? Ну, то, что я сейчас говорю, вы, конечно же, знаете. Просто мы сейчас акцентируем, чтобы потом рассмотреть, как с каждым из этих пунктов мы будем работать. Пока что настраиваемся на эту информацию. Что меняется в жизни семьи? Вот в жизни семьи очень многое меняется, если это первый ребёнок, который идёт в школу. Если второй и третий, это уже полегче. Родители, у них появляются обязанности следить за учёбой ребёнка. Следить за его, как он оделся, как он пришёл, сделал, забрал учебники, поставил, не поставил и так далее. Некоторые родители настолько увлекаются этим делом, что они сами всё за ребёнка делают. Конечно, у этого ребёнка всё всегда на месте. Правда, он не в курсе, что всё у него на месте. Часто бывает вот такое. Говоришь, где у тебя тетрадь? Не знаю. А мама не поставила? Говорят, смотри в рюкзаке. Он смотрит и достаёт. Мама поставила. Но поскольку не он поставил, он даже не в курсе, она в сумке или нет. У родителей появляется обязанность обеспечить его необходимыми вещами для учёбы. Это финансовая нагрузка для кого-то, а для более обеспеченных это возможность расщедриться и накупить ребёнку очень много красивейших, дорогущих ручек, ластиков, не знаю, каких-то вещей, которые его отвлекают во время учёбы. То есть тут есть две крайности. Или родители жалуются, что... Или даже если не жалуются, внутренне напрягаются, что это затраты большие, а у других они не затраты, они спокойно растрачиваются и накупают ненужных вещей. И третья обязанность – это обеспечить условия для работы. Какие условия для работы? Посмотрим дальше. Сказал в самом начале о сколиозе. Друзья мои, осанка имеет самое наиважнейшее значение. Когда ребёнок идёт в музыкальную школу, играть на фортепиано, или на скрипке, или на каком-нибудь инструменте, вокалом заниматься всё равно. Первые месяцы особенно учителя обращают внимание на постановку, на то, как они сидят за стульчиком, как у них руки держатся, какая осанка. Музыканты прекрасно знают, что техника не наберётся, не будет никакой техники, если осанка неверная, если положение рук неправильное. Но мы почему-то часто в школе, как только начинаем, один раз объяснили ребёнку, и дальше давай гонять по учебнику темы. Друзья мои, скажу вам кромальную вещь. Темы в учебнике не так важны. Как бы они ни менялись, их можно потом доучить. Но если не сформируется правильная осанка, привычка правильно сидеть, что будет в итоге? Вот смотрите, рисунок. Вот эти плакаты наверняка у вас в классе есть. Но плакаты приедаются. Их надо каждый урок, каждый день сделать перед уроком проверку. Мы правильно сидим. Ноги опираются на землю, на полу. Удобно ли этот стол, удобен спинка? Как он сидит? Как он смотрит? Положение головы. Почему важно? Потому что если он криво коза сидит, он быстро устает. Раз. А если устает, что делает ребёнок? Он начинает поворачиваться по сторонам, туда-сюда отвлекается его внимание. Если в теле дискомфорт, то он ничего больше не понимает. Вот его волнует этот дискомфорт. Он даже не понимает, почему у него дискомфорт. Мне неудобно сидеть, я вот так сижу, мне так удобнее. Он не знает, что из-за того, что он вот так сел, ему и неудобно. Поэтому мы объясняем, повторяем каждый урок в первый месяц, хоть на каждом уроке. Первое, что они должны сделать в начале урока, проверить. И во время урока тоже сделать перерывы, то есть акцентуация. Так, остановились на секунду, посмотрели на себя, кто правильно сидит. И вот если эта привычка зафиксируется в первые 2-3 месяца, друзья мои, это останется на всю жизнь, на все ближайшие 10 лет. И ваши дети будут значительно лучше учиться и не будут отвлекаться во время уроков. И, конечно, сохраните здоровье детей, что архиважно. Постановка руки при письме – то же самое. Например, музыкантов как учатся? Если вы занимались в музыкальной школе, то вы знаете, вначале расслабляет руку, да, как пианист держит. Он расслабил руку, и вот как рука есть, так и она ложится на клавиатуру. Скрипачка где? Вот он расслабляет руку и вот поднимает. Вот и постановка держания скрипки, смычка. Вот это расслабленное состояние. То есть находит, только в этом состоянии может развиваться быстрые вот эти технические вопросы, нарабатываться опыт. Светлана Павлова, сертификат, как получить, в самом конце будет. И если вы прокрутите наверх, там есть у нас внизу, наверху ссылки, где объясняется, как это сделать. Итак, что надо сделать? Ребенок или в шале, правша, или амбивалентен, или что у него происходит? Ручку надо держать правильно. Изучите этот вопрос сами и следите. И каждый раз, когда они берут ручку писать, пусть поднимают ручку, берут ее как надо, проверяют, правильно ли держат. Пусть это будет и в воздухе немножко напишут какую-нибудь красивую вещь, чтобы это было не как обязанность, а как красота, эстетичное что-то. Спинка прямая, рука в воздухе, с ручкой вот взяли ручку, да, я сейчас возьму ручку, к примеру, вот взяла ручку, этой ручкой обвожу что-то в воздухе, а потом теперь мягко поставили спина прямая, осанка прямая, чуть-чуть наклон вперед, и пишем. За этим надо следить первые два-три месяца, потому что если ребенок неправильно держит, у него будут каляки, маляки, у него не сформируется красивый почерк, он не будет быстро писать, вот задержки постоянно будут. Да, есть случаи там дисграфии, дислексии, это отдельная история, это отдельная история, но массово вот эти вещи, самые первичные вещи, они просто необходимы. Как усидеть ребенку целый урок? Друзья мои, никак. Это против анатомии ребенка, поэтому мы делаем паузу. Физкульт-минутки. Можно встать, попрыгать, у каждого из вас есть какие-то вещи. Можно потягушечки. То есть, ребята, давайте потянемся. Хоть сидя, хоть стоя, потянулись, повертели туда-сюда. Вот сейчас вы прямо на месте, вот когда сидите за экраном, потянитесь и посмотрите, как вам легче становится. Все, уже можно еще дальше продолжать заниматься. Следующее, есть упражнение, которое можно делать сидя. Почему эти упражнения важны? Иногда ребенок во время урока, он устал, он может не вставая спокойно, вы даже можете сказать, вначале научите эти упражнения для глаз. Взяли глаза, покрутили вдаль, близко посмотрели. Можно там тренажер Солодовского повесить, скажем, на стену, чтобы ребята там посмотрели или даже вывести на экран. Есть электронный вариант. Во время урока сейчас на этих досках весь класс 3 минуты делает эту гимнастику для глаз и отдыхаете. Все, пошли дальше. Для рук, руки, кисти, шея вот потянулась, да, потянулись, ступни в положении сидя. Ступни очень важны. Потянуть ножку, выправить, чтобы кровь потекла. Это такие простые упражнения, которые восстанавливают циркуляцию крови. И вот даже можно сказать детям, ребята, если во время урока вы устали, вы можете тихо, никому не мешая, сделать так, чтобы никого не отвлекать, сделать маленькое упражнение, хотя бы вот это, потянуть ножку, сделать для пальчиков вот какое-нибудь упражнение, вот такое, не привлекая ничего внимания, спокойно продолжить. Да, первое время они будут друг на дружку посматривать, но у нас есть другое упражнение, как научить детей не отвлекаться. Вот не отвлекаться – один из важнейших моментов. Когда они научатся это делать, вот эти упражнения, они быстро приведут себя в порядок, подтянулись, успокоились, не мешая соседу. Уже смотрите, когда не мешают соседу, идёт вопрос социализации, и они расслабляются. Друзья мои, коллеги, напишите, пожалуйста, в чате, какие основные вопросы, сложности вы видите в работе младшей школы, ну, первоклассников. Может, мы и о таких вещах тоже обсудим. Поговорим. Так, что надо ребёнку делать? Сидеть прямо, сидеть тихо, делать задания, слушать внимательно, делать всё, как все, делать то же, что и все, делать прямо сейчас, а не потом. Есть дети талантливейшие, по сути своей, индивидуалисты. Их единицы. Их там 5-6%. Но если такие попадаются, или такой попался вам в классе, он не будет делать то же, что и все. просто потому, по той причине, что в его природе дано быть лидером, индивидуалистом, иметь собственное мышление, он будет сопротивляться. Что надо с таким ребёнком делать? Запрещать? Нет. Тогда можно убить в нём вот эту, ту природу, которая заложила природа, то задание, то призвание можно перекрыть, запрещая ему проявляться. Вот, слушаю, читаю. Очень сложно приучить ребёнка, если он неправильно держит ручку. Какие регламентации вы можете дать? Ну, смотрите, что мы делаем. Во-первых, расслабляем. Чтобы, да, некоторые дети приходят уже в садик, а они как-то держали ручку, привыкли. Мы тогда говорим, что... Ну, покажите, кто как держит. А вы знаете, что школьники... Вот есть такой пример, что школьники держат по-другому. Даже можете показать, что человек, которого они уважают, например, Пушкин, видите, как он красиво рисует, или какие-то... У человека, который хороший почерк. Или даже видеокаллиграфию можете включить, где учится вот так красиво писать. И сейчас вернусь. Не вернусь, Наталья ушла. Это интересная тема. И тогда ребёнок будет писать. Так. А теперь вернёмся к индивидуалистам. Так что же сделать с ребёнком, который... Индивидуалист и лидер. Позволить по полной проявить его лидерство. Если он хочет сделать что-то не так, можно спросить, а как хочешь ты сделать? И когда вы задаёте этот вопрос, он приходит к осознанию, что ему нужно объяснить своё действие. Он должен прийти к осознанности. Вот в этот момент он начинает делать, возможно, то, что вам надо из своих внутренних позывов, а не потому, что ему сказали надо. Это один вариант. Второй. Вы можете предложить выбор без выбора. То есть это когда два варианта. Как ты хочешь, так или так. Тогда или тогда. Вот два варианта. Причём эти варианты не должны быть насмешливыми, а должны быть интересными. Чтобы, не дай бог, не унизить ребёнка. Но он говорит, я не хочу это писать. Хорошо. А что ты хочешь писать? Я вообще писать не хочу. Но, милый мой, придётся. Это уже другой вопрос. Почему придётся? А почему ты не хочешь писать? Вот это почему? Несколько раз. Вы можете, кстати, один вопрос «почему» задать пять-шесть раз, и пусть он отвечает. И придёт к тому, что ему абсолютно всё равно, писать или не писать. Он проявил свою внутреннюю причину. Ну, хорошо, ты можешь писать чуть позже. Можешь дома это сделать. Но как ответственный человек, я надеюсь, что ты это всё сделаешь. То есть придать роль ответственного человека, а ответственность для него уже ценность. Ты сделаешь это лучше, наилучшим образом сделаешь потом. Пусть сделает потом. И проследите, чтобы он принёс. Может, ему удобнее сделать выединение. У нас, например, есть дети, которые усидеться минуту не могут на месте, но этот ребёнок – отличник. Он всё время отвлекается на уроки, он рисует, он постоянно рисует, рисует, рисует. И это ему очень интересно. Пока он рисует, у него нарабатывается какой-то определённый навык. И эти надо, вот список этих надо напрягает детей. На самом деле, что же сделать? Так, Светлана Павловна спрашивает, как сделать родителей первоклассников с союзниками учителя. Чуть позже это у нас есть. В теме «Ра» я раскрою, поговорю. Как мотивировать детей делать то, что надо? Да, друзья мои, контекст важен. Дети любят приключения. А превращайте в игру и приключения. Вместо того, что надо и должен, мы говорим, а знаете, это важно. Вот такой-то человек сделал, потому что он понял, что это для него важно. Полезно, интересно, здорово, классно. Не знаю, заменяем другими словами. Или «А как ты думаешь? Вот если вот это сделать, что у нас получится, что мы приобретём, что будет в итоге?» И получается, что вдруг то, что надо, изменилось. Мы меняем контекст и мотивируем. И избегаем простых слов. Надо и должен. Потому что сами слова, эти два слова, очень отрицательно заряжены. И об этом надо как раз родителям тоже сказать. Права и обязанности. Иногда психолог приходит, или заходите в класс, или детям спрашиваете, «Дети, а какие у вас есть права?» А сейчас детям рассказывают и про конвенцию ООН, что они могут жаловаться и на родителей, что вот у них есть такие-таки-таки-таки-то права. И задаете вопрос, «А какие у вас обязанности?» И тут стопор. Вот. И мы объясняем, что есть новый статус. И это даёт вам права, но и обязанности. Потому что если расширение прав, расширение пространства, расширяет и обязанности, потому что если не выполняются обязанности, то права уже перекос идёт, эти весы не удерживаются. Поэтому об этом надо говорить с детьми. И с ними надо обсуждать. Как обсуждать? У нас будет чуть позже. Есть внешние компоненты. Если старшеклассники не любят одевать форму, то для первоклассников это переход в новый статус. Вот они одели форму, в классе есть своя форма, значок, который они носят на груди. Это их выделяет из общей массы, с одной стороны из общей, всеобщей массы, с другой стороны создаёт некий круг общности. Это класс. Это ученики этой школы, ученики этого класса. И эти внешние компоненты, конечно, подстёгивают. Особенно, когда мальчики одевают жилетку. Эта жилетка – совершенно другая осанка, другой статус, нежели просто футболка. И меняется внутреннее содержание. Когда мы позволяем увидеть вот это внутреннее содержание. И поэтому в начальных классах обращать внимание на внешние атрибуты очень важно. Аккуратность одежды, зашнурованная обувь, осанка – всё это влияет на внутреннее состояние, содержание. Но это мы будем говорить очень элегантно и красиво. Не выделяй одного. Ой, какой ты, смотри, у тебя не то. Говорим. Так, внимание, ребята. Вот когда уже начинается урок, они готовятся, они встали. А посмотрите, пожалуйста, каждый на сам себя. У вас всё ли в порядке с одеждой? Пуговки застёгнуты, всё ли на месте, не торчит ничего? Шнурки все на месте? Так, хорошо. Класс готов. И всё, сели. И вот эта осанка, этот момент меняет и внутреннее содержание. Кого-то выделять очень плохо, потому что кто-то может обидеться, себя плохо почувствует. Лучше, когда это говорят в общем, и каждый следит сам за собой. Конечно, когда мы сидим, это даёт некоторые ограничения, и мы эти ограничения сравниваем с тем, что у взрослых людей тоже есть свои ограничения. Они идут на работу в определённые часы, они сидят на работе в определённом месте, и это не мешает им быть сильными, большими. И если мы принимаем правила, то внутри этих правил они расширяются, расширяют свою компетентность. В музыкальной школе сложнее убедиться учиться. Это дополнительное образование. Если ребёнок не хочет учиться, и не стоит давать, дать срок и посмотреть результат, это будет решением. Знаете, как в музыкальной школе? В музыкальную школу, хоть это дополнительное образование, но уже мотивирован или ребёнок, или родитель. Если ребёнок не очень мотивирован, то родитель может помочь. С другой стороны, учитель тоже помогает. И всегда в музыкальной школе, когда возникают сложности, из обычной школы дети не могут уходить, они обязаны там учиться. Они понимают, что круто попали на 9 или 11 лет и уйти никуда. Некуда. А из музыкальной, художки, кружка можно уйти, и они норовят уйти оттуда. Иногда можно чуть-чуть смягчить напряжение, давай немножко походим, еще подумаем. Не будем принимать резких решений, и тогда спустя какое-то время, действительно, он не то, что перестает ходить в школу, ходить обязательно надо. Но может нагрузку снизить, попробовать понять, заинтересовать чем-то. И опять же восстановится желание, и он пойдет, будет заниматься. Важна среда вне школы. Друзья мои, вот это как раз то, что вы говорили о родителях. С родителями изначально надо договориться о каких вещах, как готовиться к урокам. Я имею в виду форму, одежду, рюкзаки или что-то. Водичку с собой приносить, что приносить. Как и когда приходить в школу и уходить из школы. Кто будет забирать, как забирать. И как общаться в родительском чате. Желательно иметь два чата. В одном чате у вас только ваш доступ, и может быть из родительского комитета одному человеку. Туда вы вставляете только информацию, техническую информацию. Домашнее задание, какие-то объявления. Почему? Потому что если там и в другом чате беседа, они беседы столько, сколько хотят. Единственное, мы всегда заранее говорим, друзья мои, наши дети у нас учатся. Поэтому очень важно. У всех возникают конфликтные ситуации. Если у вас возникла в беседе конфликтная ситуация, постарайтесь побыстрее сгладить этот конфликт. Потому что мы взрослые осознанные люди, и нам нужно показывать пример своим детям. Вот это тоже важный момент. Потому что была ситуация, когда из-за конфликта в родительском чате ссора вышла на улицу, и возникли сложности. Это всё же уровень развития родителей. И их мы тоже можем учить. Чему же научить родителей, друзья мои? Мы педагоги, я всегда говорю, мы учим педагогику, мы учим психологию. Мы знаем детскую психологию, более-менее взрослую, как с ними общаться. Родители этого не знают. Родители понять не имеют цикла развития своих детей. Большинство. Я не о всех говорю. Они думают, у них есть свой опыт детства, как их выращивали, как их растили. Они видят, как ближайшие знакомые воспитывают своих детей. У них формируется или прямо так, как они, или ни за что, только не так, как эти соседи, друзья, родители. Всё равно. И получается два варианта сценария. Или как, или против. А не всегда это положительно. Поэтому родителей тоже нужно учить, воспитывать, но это сделать так ненавязчиво и так, чтобы они получали свою выгоду. Как помогать ребёнку делать задания? Ну, научить детей, родителей. Да, Валентина Минюшина, запись будет через несколько дней. Вы в Ютубе увидите. Как помогать ребёнку делать задания? Вот это очень важный момент. Вот. На следующем слайде я подробнее об этом расскажу. Как проводить разъяснительные беседы с ребёнком? Ну, друзья мои, давайте, как мы объясняем ребёнку? Не надо ругать ребёнка. Вот пришёл к нам родитель, который, ну, ребёнок очень агрессивный, которого перевели на индивидуальное обучение из-за его агрессивности, из-за того, что он не может ровно усидеть на одном месте. Приходит родитель и меня спрашивает, вам есть что говорить? Говорю, да, есть, я сейчас подойду. Я подхожу и говорю, знайте, у вас очень талантливый ребёнок. У отца глаза на лоб полезли, все пришли жаловаться, а я ему вдруг сказала что-то хорошее. Вот это хорошее, вот начните всегда с родителям разговор о чём-то хорошем. Это снимает напряжение. И он начинает в вас видеть союзника. Вместо того, чтобы сопротивляться, он видит союзника. И начинает, и готов с вами к конструктивному диалогу. Дальше я сказала, вот я понимаю, что он, Женя, такой шебутной, у меня к вам просьба, не наказывайте его. Он удивился, как это? А почему? Я говорю, понимаете, когда вы наказываете, вы проявляете власть к нему. Что же происходит? Он приходит и эту власть показывает на других учениках. Он начинает с другими драться. Вот чтобы он не дрался, вы просто сделайте по-другому. Вместо наказания, вместо наказания, что есть в проявлении власти, научите его отвечать за свои поступки, исправлять последствия. В следствии я получил двойку или не выполнил задание или что-то, что надо сделать? Надо исправить. Как исправить? Выучить невыученное. Сломал что-то, если можешь, приклеить, если нет, прибили за собой. Разбросал все по комнате, сделал беспорядок. Пожалуйста, верни порядок. Вот это и есть чувство ответственности. Это не наказание. Какой смысл наказывать ребенка, когда родители наказывают, проявляя власть? Это говорит о их бессилии и отсутствии сценария нового. Наша задача учителей – показать родителям альтернативные сценарии вот этих работ. Проводить разъяснительные беседы. Но, во-первых, имеем в виду, если родитель вот в эмоциональном тоне начинает говорить, что происходит, девочки сжимаются, а у мальчиков через 30-40 секунд мозг отключается, включается самозащита. Они услышали первые несколько фраз. «Ты такой сякой», все, он понял, что он плохой, такой сякой, дурак, дубина, не знаю как, смотря какие родители как разговаривают. А дальше отключается мозг, и он больше ничего не слышит. Мужская психология такая. У них запас эмоциональный очень маленький. Очень маленький. Девочки мучаются, они в себе переживают эти трудности. И мы понимаем, что вот такой способ разъяснения не работает. Тогда мы учим родителям обратной связи высокого качества. Вы зовете ребенка, начинаете с ним говорить, какой он хороший, что у него хорошо получается, что вам нравится, когда он вот это делает. Вот если бы еще чуть-чуть потянет вот в этом, будет вообще супер. Вот это и есть разъяснительная беседа. То есть он уже хороший, мы дали ему стимул о том, что у него достаточно сил, возможностей стать еще лучше, у него есть уже ресурсы внутренние. А давай вот эту маленькую вещь еще добавим к твоим достоинствам. И что это делать? Конечно, легко ребенку, уже легко, потому что он видит в вас союзника. Он получает от вас положительную обратную связь. Вот если ребенок сделал проступок, просто сделай так, чтобы он ликвидировал последствия. Обидел кого-то? Хорошо. Что ты чувствуешь, когда обижают тебя? Мне обидно. А что бы ты хотел, чтобы он сделал взамен этого? То-то. Ты можешь сделать это для друга? Не знаю, наверное. Вот подумай. Подумай, потому что вот как тебе было бы плохо, так и ему плохо. Может, по-другому. Но найди способ компенсировать этот проступок. И еще учите родителей реагировать на замечания учителя. Учитель говорит, знаете, у ребенка он невнимательный на уроке, он часто отвлекается. Или вот любое ваше замечание. Не все родители воспринимают одинаково. Некоторые понимают, что вы напали на него, он защищается, на вас напасть он не может, он свою агрессию на ребенка. Что получается, когда родитель агрессию проявляет на ребенка? И ребенок говорит, ты почему так сделал? Вы думаете, ребенок станет лучше? Нет. Он еще больше разозлится. Разозлится на этого учителя. Разозлится на эту школу. Почему? Потому что раньше до этого ему было хорошо с родителями. А вот появилась эта школа, и пошла она на все четыре стороны со всеми его этими полезностями и неполезностями. Она сделала маму, папу злыми. Вот пока не было школы, они были добрые. Понимаете, что получается? Надо научить родителей реагировать. И говорить, иногда я делаю замечания, говорю о чем-то, может даже пишу замечания в дневнике или где-то. Дорогие родители, это просто приглашение вас к тому, чтобы мы вместе помогли ребенку. Помогли ребенку, не наказывали его. Помогли ребенку на пути образования. Если вы не знаете, что делать, что сказать, позвоните, спросите. Вот нужно как-то... Вы найдете способ, но... Важно, чтобы родители не нападали на ребенка. Вот важный вопрос. Как помогать ребенку делать домашние задания? Во-первых, нужно учить всех родителей сказать раз десять. Домашние задания для ребенка, а не родители. Некоторые учителя до сих пор верят, что мама должна сидеть рядом с ребенком, когда он пишет домашнее задание. Не дай Боже, ни за что. Родитель не должен сидеть рядом с ребенком. Он может спросить, давай объясни мне, какое задание. Иногда ребенок не совсем понимает, что ему надо делать. Родитель объясняет или просит, чтобы ребенок сам объяснил. Или даже после объяснения пусть спросит, тебе понятно, что тебе нужно сделать. Пусть ребенок сам скажет. Хорошо, я буду рядышком, ты делай. Сделаешь? Покажи. Сделаешь? Покажи. Можно на черновике, где угодно. Но пусть ребенок сделает сам. Родитель не должен сидеть под руку и диктовать так. Ну, что за буквы? Ну, это же А, а не О. Или как? Что получается, если родитель сидит рядом с ребенком? Если вас ваши мужья учили водить машину, вы понимаете, что это такое. Лучше уж пусть учат водить машину этот специалист, который работает, ему абсолютно все равно. Он не так близко к сердцу принимает ваши ошибки. И более спокойно. Чем нервный, близкий человек? Близкий все принимает близко к сердцу. И реагирует эмоционально. Это то, что не нужно в момент обучения. Важно ребенку научиться самостоятельно собирать рюкзак. Вы можете хоть на стену, скажите родителю, пусть сделает картинку, набор картинок. Вначале, пока ребенок не очень хорошо умеет читать. Или даже, как только научился, уже знает буквы, название. Тетрадь по русскому, по этому, третьему. И он смотрит по списку, уже кладет в себе все, что надо в рюкзак. Составьте список. И пусть родители повесят в комнате ребенка на видном месте. И ребенок каждый вечер до школы все это собирает самостоятельно. Родитель может в первые разы проверить. А дальше говорит, я тебе доверяю. И не проверяет. И не проблема. Если вы видите, что ребенок забыл. Это период обучения. Да, он будет забывать. Хорошо. В следующий раз будь внимателен. Молодец. Вот эти учебники взял. То есть мы акцентируем то, что у него хорошо получилось. И говорим, а теперь постарайся вот это еще сделать. Вот еще чуть-чуть вот это. Вот будь внимателен. И если это вы говорите ребенку, он учится. Потому что, как говорила Петрановская, не только она, задача родителей стать ненужными своим детям. Наша задача сделать так, чтобы дети в дальнейшей жизни, в дальнейшем жизни могли жить самостоятельно, без нашей помощи, чтобы мы не были им костылями. Порядок обучения. Вначале нужно, чтобы ребенок хоть что-то сделал. Хоть что-то сделал. Поэтому давайте сделаем. Пусть будут каляки-маляки. Пусть будет неумело. И мы на этом этапе приветствуем то, что он попытался. За попытку хвалим. Приветствуем. Вдохновляем. А теперь говорим, отлично, что вы сделали. А давайте теперь сделаем вот эту деталь получше. Одну маленькую деталь. Отдельный элемент. Потом другой, третий. И благодаря этому, когда он много раз и медленно делает что-то, но при этом следя только за качеством, не торопясь, у него появляется привычка делать качественно. Друзья мои, делать качественно – это первейший вопрос. И дальше сделать что-то уже быстро, при этом сохраняя качество. Вот это очень важные моменты. Главное уважительно относиться и к ребенку, и к родителю, и любить свое дело. Да, друзья мои, если вы не любите свое дело, не мучайте ни себя, ни детей, ни родителей. Просто уйдите с работы. Найдите себе то занятие, если вам не приносит эта работа радости, особенно учителя. Вы, это очень сложная работа, если не любите. Это просто невозможно. Люди болеют, заболевают тяжелыми болезнями. Или находите, что вам мешает любить, решаете свое замешательство. Тогда восстанавливается. Вот раньше любили, сейчас перестали. Что вам перестало нравиться? Что вам не дает той силы? Тогда все хорошо. А если не любите, просто оставьте дело. И уважение – это первейшее. И к ребенку, и к родителю. Потому что вы не знаете, вот я говорю, этот шебутной ребенок, который перед вами не знает, что делает, он может стать гениальнейшим человеком в жизни. Может стать гениальным преступником, который тогда, как говорит вам Кирдык, не дай бог, если у него остались плохие воспоминания о детстве. Или он станет, возможно, гениальным ученым, великим творцом, великим человеком. И тогда он будет с великой благодарностью вспоминать о своем учителе, первом учителе. И поэтому, друзья мои, задача родителя – замечать и отмечать успехи ребенка. Именно этому мы должны научить родителей. В идеале знаете, как делать? Вы можете сами или в интернете находите маленькие видео, 5-10 минут. И вот в чат вставляете еженедельно или два раза в неделю какие-то небольшие видеоматериалы по разным темам, чтобы постепенно воспитывать родителей. Говорите, вы не против, если буду я иногда вставлять вот эти полезные вещи. Я думаю, это будет помогать в развитии детей, как с детьми справляться по разным вопросам. И интересное видео попалось. Вы вставляете, родители смотрят. Если они захотят побольше смотреть, там, более 20 минут, 30 минут, это уже их дело. Но даже 5-минутные хорошие видео очень полезны. И, друзья, моя школа не должна ухудшать отношения в семье и лишать ребенка радости. Если учитель жалуется и если портится отношение ребенка с родителями, то он возненавидит школу, он возненавидит вас, он возненавидит знания. И жизнь в ближайшие 9-11 лет для него превратится в ад, из которого выйти будет очень сложно. Поэтому помогаем детям. У них проблем и так довольно много. Потому что возьмем в семье, если взять семью, обычную семью, на 7-м, 10-м, определенные годы есть, когда кризис в семье. Ребенок и дети, когда приходят в школу, их родители тоже переживают определенные кризисы. Эти кризисы очень сильно влияют на детей. Вдруг в какой-то момент счастливый, нормальный, хорошо учащийся ребенок становится рассеянным, он ничего не понимает, понижаются оценки. В чем причина? А родители переживают очередной кризис. А что такое кризис? Это развитие, психоэмоциональное развитие в семье. И оно присутствует. Хочешь, не хочешь, оно есть. Наша задача – помочь ребенку поддержать, привносить радость в его жизнь. Какие плохие привычки есть у детей, которых следует избегать? Мнимые помощники учителя – ябеды. Я захожу, я преподаю музыку в разные классы. В некоторых классах дети так любят ябедничать. Слава Богу, к концу года они перестали. Я говорю, ты смотри на себя, а не вокруг себя. Он там рисует. То, что он рисует, мне не мешает. Но то, что ты сказал или сказал, отвлек меня от моей темы. Я рассказываю, в середине моей темы поднимают руку. А Миша там в конце, в третьем ряду рисует. Ну и что, что рисует? Он мне не мешает. Займись своим делом. И единственный ответ в этом случае, друзья мои, на уроке, во время урока. Каждый следит только сам за собой, не за другими. Если каждый будет следить за собой, в классе будет идеальная тишина, идеальный порядок. Всё. Оправдывающиеся или фантазёры, или лугуны. Я не написала лугуны, но когда ребёнок оправдывает. А когда он защищается, когда на него нападают, когда его обвиняют в чём-то. Перестаём обвинять, проявляем доверие, и получается лучше. Вот скажите, если мы смотрим, советские лет 70-80 лет назад строили дома, хорошо или плохо, но они держались долго. Вот сейчас все жалуются, что строительство не того качества, что было тогда, хотя элементов, материалов появилось больше. Что вот тогда было другое качество, сейчас другое. Но давайте вспомним, как сдавали экзамены. Приходили, сдавали экзамены, у большинства были шпаргалки, они их прятали, пользовались шпаргалками, но при этом становились хорошими специалистами. Сейчас дети идут на экзамен, их металлоискателем обыскивают, они проходят кордон проверок несколько, со всех сторон всё занятие их снимают на видеокамеру. Полное отсутствие доверия к личности человека. Это из учителей превращают в надсмотрщиков тюремных. Друзья мои, мы во время экзаменов превращаемся в тюремных надсмотрщиков. Это унижение роли учителя раз, это унижение учеников. И скажите, лучше ли это повлияло на качество обучения, образования? Нет, никоим образом. Когда мы проявляем недоверие к человеку, человек старается оправдать наш, перехитрить нас. Это обычная игра. Вот есть один полис, обязательно появится другой. Если же мы проявляем доверие к человеку, он постепенно учится оправдывать это доверие. Мы проявляем уважение, он начинает заслуживать это уважение. То есть наша задача создать вот этот полис, чтобы на противоположном конце мы получили вот это. Если мы начинаем обвинять, на противоположном полисе будут обвинители или оправдывающиеся. Если мы начинаем доверять, они будут оправдывать наши ожидания. Наказание создает прецедент тирании. Сейчас мы дальше посмотрим тиран, жертва, спасатель треугольников. И деление на ботаников как метод самозащиты. Те дети, которые не успевают что-то, или у них чего-то не хватает, вдруг начинают говорить, что вот он ботан, а я крутой. Так, Светлана Павловна, а что мы, учителя, можем изменить в данной ситуации? Что вы имеете конкретно в виду? Пожалуйста, напишите, я отвечу. Деление на ботаников. Меня удивило, когда мой племянник, ученик второго класса, сказал, я не хочу учить таблицу умножения. Говорю, почему? Чтобы не быть ботаником. Понимаете? Мне это повергло в шок. Я говорю, милый мой, давай посмотрим, кто такие ботаники. Вот это ботаники, которые вы называете, это как раз те люди, которые будут во взрослой жизни управлять директорами, приказывать будут тем, кто считает себя сегодня крутыми. Потому что те, кто крутые, не доучились. Мы начали с ним обсуждать этот вопрос вправо, влево. И это чтобы у него появилась мотивация. И мы появляем, что да, не обязательно кичить со своими знаниями, ты можешь учиться. Но если ты не кичишься, никто тебя не назовет ботаником. Мы берем в классе примеры других детей, которые хорошо учатся, но при этом не ботаники. Ага. Как решить вопрос, что мы можем сделать с вопросом ОГЭ и ЕГЭ? Друзья мои, возможно, ничего не можем. Время само измениться. Но в классе, в младшей школе хотя бы, вот мы говорим о первоклассиках, проявлять доверие к детям, уважение к ним, это уже создаст совершенно другой прецедент. И они будут обращаться вот к этим проверкам так же, как мы проходим, например, на вокзале, проверку металлоискателем, что-то такое. Они не будут на это особо обращать внимание. Но сейчас главное, чтобы они не стали нарушителями. То, что мы делаем, нам надо как-то, не знаю, даже надсмотрщики. Система должна сама измениться. Возможно, со временем что-то изменится. А возможно, нет, потому что всё идёт к цифровизации. Задача – восстановить свою внутреннюю гармонию. Итак, есть такое понятие треугольник Карпмана. Карпман – это психолог, который открыл вот этот треугольник. Тиран, жертва и спасатель. Самое интересное, что если есть жертва, то появляется тиран. Не наоборот. Нам кажется, если есть тиран, он тиранит, кого-то этот человек превращается в жертву. Нет. Если человек по своей психологии – жертва, появится кто-то, кто его будет тиранить. И появится кто-то, кто будет спасать. И это заколдованный треугольник. Потому что в какой-то момент жертва превращается в тирана, спасатель – в жертву, спасатель – в тирана. Потому что в тот момент, когда спасатель начинает обвинять тирана, почему ты так неплохо поступаешь, он превращается в тирана. И тиран превращается в жертву. То есть этот круг всё время крутится. Вокруг крутится. Что получается? Тиран, если проявили по отношению к ребёнку, ребёнок в семье перед родителями – жертва, то он в школе начнёт, найдёт кого-то, для кого он будет тираном. Почему ему нужно восстановление энергии? Он видит, что тираном быть лучше, чем жертвой. Ему не хочется быть жертвой, и он берёт противоположный полюс. Смотрите, в пространстве есть огромное количество вариантов, но он попал на эти рельсы. На этих рельсах здесь есть тирания, здесь есть жертва. И он эти роли меняет. Он не может другие брать. Жертва может для кого-то другого стать спасателем. Когда он становится спасателем, он чуть-чуть повышается, у него появляется какая-то внутренняя энергия, но при этом он не решает свои собственные проблемы. Спасатель решает чужие проблемы, при этом остаётся нереализованной его внутренняя потребность. В итоге во что он превращается в кого? В жертву. А с жертвой долго оставаться сложно, поэтому он проявляет тиранию. Понимаете, вот этот треуголик. Поэтому мы родителей учим не становиться тиранами для своих детей. Потому что дети изначально они слабые. И если у родителя есть осознанность выйти из роли тирании, а стать ребёнку наставником, вот другом родителям не надо быть, у ребёнка множество друзей, ему нужна опора, твёрдая опора, которой он может опереться. Родитель не должен быть ребёнку другом. В каких-то игровых моментах – да. Но в 80% времени он должен быть опорой. Вот когда есть опора, ребёнок чувствует себя защищённым. Он не чувствует себя жертвой. Потому что он знает, что его защищают. И это не тот спасатель, который, забыв о себе, защищает, а который делает его выше, просто сильнее. Какие полезные навыки надо обучать детям? Это внимание, память, анализы, критическое мышление. Внимание, память вы знаете, а я скажу, почему анализ и критическое мышление. Когда у человека критическое мышление, нам удобно, когда дети, они открыты, что вы говорите, они впитывают маленькие дети. Это удобно вливать им в мозг наши ценности. Они легко воспринимают. Дело в том, что в их мозг вливаем не только мы. Тиктук, Инстаграм, ВК, Ютуб. Они все вливают в мозг ребёнка всё, что угодно. Если у него нет критического мышления, это не проходит в фильтрах. Критическое мышление – это фильтры. И научить критическому мышлению архиважно в наше время. Наблюдение, умение наблюдать, но ещё важнее самонаблюдение. Друзья мои, умение учиться. Есть много техник, которые учат учиться. В первом классе ребёнку нужно первые три месяца учить учиться. Что это такое? Он должен научиться. Его надо научить что? Когда ты что-то делаешь, это надо много-много-много раз повторять. Тогда у тебя лучше получится. Второе. Если у тебя что-то не получается, это не повод для расстройства. А это повод, чтобы сделать ещё, 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 ещё. Потому что количество приводит к качеству. Это. Третье. Если что-то непонятно, спрашивай. Если какое-то слово тебе непонятно, спрашивай. Потому что если ребёнок не понимает одного слова, у него не связывается вся остальная цепочка. И он чувствует себя плохо. Он чувствует себя ненормальным. Потому что другие дети тоже молчат. Он-то думает, что другие понимают всё. А он один такой недоразвитый, ничего не понимает. И ему от этого становится плохо, потому что он не хочет быть таким. Поэтому мы говорим, если у вас появляются непонятные слова, вы сразу спрашиваете. Когда подрастёте, вы будете искать их в словариках. И вот у них появляется перспектива. Вот мне надо побыстрее научиться читать вот это, чтобы потом пользоваться словарём. Мы закинули маячок для развития. Вот. Игра-молчанка. Я не представляла, насколько это полезная игра. Эта игра была проведена и с первоклассниками, которые не могли нормально себе вести, шибутные очень, и с шестиклассниками. Сказала, давайте попробуем. Ну, шестиклассникам я сказала, знаете, какой самый важный навык? Какой уметь управлять своим телом? Это первое. Тело и язык. Можете ли вы одну минуту сидеть и не издавать ни одного звука? Я могу включить. Давайте сыграем. Включаю таймер на телефоне. Вот как я говорю, как только говорю таймер, у них совершенно другое ощущение. Они настраиваются. Когда я говорю, замолчите, давайте потише. Нет, это не проходит. Они так тише, через 10 секунд опять. Но когда говорю, давайте сыграем в молчанку. Таймер. Можете ли управлять своим телом в течение 60 секунд, одной минуты? Какая инструкция? Сидим ровно, осанка прямая. Можно прикрыть глаза. Если кто-то нарушит, останавливаем и начинаем заново. Через 20 секунд кто-то нарушает, останавливаем заново. Во второй раз, в третий раз уже не останавливаю, потому что есть те, которые держатся. В конце говорю, молодцы, вот те, которые продержались. А теперь поделитесь опытом, что вы думали, что вы делали, что вам удалось минуту сохранить эту тишину. И главное, что они говорят, о чем вы думали? Говорят, я слушал свое дыхание, я наблюдал за собой, я говорю, видите, а те, кто нарушали это, были те, которые смотрели по сторонам. Мои друзья мои, вы профукали самого важного человека в вашей жизни. Вы не следили за собой. А вы самый главный человек в вашей жизни. Давайте еще раз. И тогда уже шестиклассниками у меня потребовали 3 минуты. Ну, как скажете. Малыши тоже 10 минут. Нет, милые мои, 10 много, давайте 2 минуты. И когда мы обсудили вот этот вопрос наблюдать за самим собой, им это понравилось. Теперь на каждом уроке они требуют, особенно первоклашки, играть в молчанку. Мы 2-3 минуты играем в молчанку. Оказывается, вот это умение прислушиваться, потребность прислушиваться к себе, самой, очень важное. Вот когда человек, дети начинают понимать, как важно следить за самим собой, они перестанут ябедничать. Помните, мы тогда говорили? Наблюдаем за самим собой. Следующее, для чего нужна перемена. Я удивляюсь, когда во время перемены дети бегают по коридору, а учителя, ну что вы бегаете, как оголтелые. Что им делать, друзья мои? Это же неестественно, сидеть весь урок. Мальчикам нужно бегать по коридору как можно дальше ближе. Если девочкам достаточно небольшого пространства, то мальчикам необходимо. Дальше ученые даже проверили и вдруг понаблюдали за тем, что те дети, которые на перемене прыгают и делают какие-то вещи, при которых меняется равновесие, они лучше учатся. И потом придумали вот этот диск, мальчишка стоит на этом диске балансировочном. И сделали специально такой диск, который довольно-таки дорого стоит для мошечковой гимнастики. Нужно несколько таких дисков купить, в классе поставить, чтобы во время перемены дети соревновались, на нем катались. Можно вот научить детей играть в резиночку. если есть возможность выйти во двор, в классики поиграть. Вот это необходимо. Когда они двигаются на перемене, потом на уроке они лучше усваивают материал. Им нужно, необходимо двигаться. Не препятствуйте в этом. Создание осмысленных нравственных ценностей. Это тезис, антитезис, синтезис. Хоть этого и было придумано несколько тысяч лет назад, еще в Древней Греции. Именно так мы учим детям нравственным ценностям. Во-первых, мы говорим ценность, доброта, трудолюбие или что-то. А дальше антагонизм. Не надо, чтобы они воспринимали вот доброту прямо, прямо до конца. Нет, друзья мои, есть случаи, когда доброта – это очень плохо. Когда мы прощаем недопустимое поведение, это плохо. Дружба – хорошо, хорошо. А дружба с преступником – хорошо? Нет. Поэтому мы берем антагонизм. А в каких случаях дружба – плохо? А в каких случаях доброта – плохо? А в каких случаях вот это – плохо? Начинаем переосмысливать, обсуждать. И в результате приходится преосмысленная ценность. И мы воспитываем критическое мышление, при котором дети уже смотря в ТикТоке, в Инстаграме, получая информацию, они учатся, у них уже мозг приходит в это механическое состояние. Ценность, антиценность и переосмысление, синтез. Что из этого можно взять? И вот в детском возрасте уже можно и даже нужно этому обучать детей. тогда нравственные ценности будут не навязанные, а осмысленные, они с ними останутся. И есть потребности, это физиологические потребности, это безопасность, доступность информации, которая нужна обеспечить детям, уважение, чувство причастности. Когда они командно что-то вместе делают, то у них есть чувство причастности. информация должна быть дана детям в той форме, которая доступна им. Когда мы видим, что дети не понимают, не надо их в этом винить, надо подумать, а как могу я по-другому рассказать, с другого края, другие примеры привести, чтобы ему стало понятно. И тогда, когда мы даем доступность информации, уже на примере этого класса, ведь вы прекрасно знаете, дети разные потоки, вот прошлый первоклассник 4 года назад, сегодня, или параллельная разница в годы меняет детей. У них, не знаю, там астрологический календарь другой или что, они по-разному, да и в одном классе дети по-разному воспринимают. И наша задача найти те слова, те способы, те подходы, которые делают информацию для ребёнка доступной. Ну, что же, друзья мои, и последний вот слайд, это у нас последний, да, традиции инициации. Раньше были инициации, когда человека переводили из одного ступени, из одной ступени развития в другой. И ребёнок, когда из детского сада идёт, вот у нас праздник, да, прощание с детским садом, и 1 сентября вот это посвящение и дальше посвящение в первоклассники. Вот эти инициации очень важны. И тут мы как раз обращаем внимание на такие вещи, как отказ от старых привычек, обретение новых прав и вместе с ними обязанностей. И меняется ролевая модель, форма здесь и одежды имеют огромное значение. И смена позиций в иерархию общества. Мы показываем, что они из детско-садовского возраста перешли на одну ступень выше. Это их вдохновляет. И поэтому у них и обязанности появились. Вот, друзья мои, на этом я заканчиваю. Я немножко задержалась, кажется. Желаю вам всем успехов. Сейчас вам ещё раз объяснят, как можно получить сертификаты. благодарю вас всех за участие. Ну, что ж. До свидания, до новых встреч. Кстати, здесь на слайде есть мой электронный адрес и, конечно, будет трансляция в интернете. Будут у вас вопросы, друзья мои, передавайте, спрашивайте, с удовольствием отвечу. До свидания, до новых встреч.